Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Живём с мужем 10 лет вместе, у меня такая ситуация сложилась, хотел бы спросить, как мне реагировать на описанную ситуацию ниже. Я считаю своего мужа нерях и грязнули, у него большая проблема в том, что он сидит за своим рабочим столом и сдирает до крови кожу с пяток и кидает её на пол. И так сдирает очень много кожи, все это валяется под столом, не окричала, ругалась, истерила, и спокойно говорила, ничего не помогает, он говорит, что это его место, что хочет, то и делает. Вот и вопрос, как мне надо реагировать, мне обещать внимания или донести как-то до него? Ну, правда в том, что вы уже как-то реагируете, правда в этом, правда в том, что вы уже как-то реагируете. Вы уже каким-то образом реагируете на его поведение. То, что вы истериите, то, что вы как-то вот, ну, как-то вот реагируете, это уже как-то, в общем-то, свидетельствует о том, что, ну, какая-то реакция у вас есть на это. Другой вопрос, другой вопрос, что это за реакция? То есть, как бы, это реакция какая? Формально, это действительно его дело. Формально, вас это действительно, ну, не касается формально. Ну, вот, именно формально. Но вы на это уже как-то реагируете. И вот, мне кажется, что было бы честно. Мне кажется, что было бы честно. Если бы вы заметили в себе эту реакцию и спросили бы, чего вам хочется. То есть, если бы вы заметили бы в себе вот эти чувства, которые вы испытываете, это было бы очень хорошо для вас. потому что сейчас, как мне кажется, сейчас, вы себе эти чувства запрещаете. То есть, вот, то, что вы говорите, да, то, что вы описываете. Это, ну, не совсем про ваши чувства. То, что вы описываете, это больше про больше про ваши действия, я бы сказал. Это не про ваши чувства. Это не про то, что вам, например, ну, хочется. Понимаете? Какая штука. то есть, это больше именно, именно про... именно про ваши, ну, как бы, вот, поведенческие, я бы сказал так, реакции. Я бы так, это вот, ну, озвучил. И, на мой взгляд, на мой взгляд, именно, именно то, что вы не знаете, о своих чувствах здесь. То, что вы не знаете о своих эмоциях, то, что вы не знаете, то, что вы чувствуете. Конечно, вам это серьезно мешает, на мой взгляд. не может не мешает. Поэтому я бы сказал, я бы сказал, что вот как-то нужно в первую очередь посмотреть, как именно вы реагируете на эту ситуацию. то есть какие чувства на вас вызывает эта ситуация. Ведь переделывать мужа, да, конечно, не лучшая идея. именно переделывать, именно переделывать супруга. Требовать от него, чтобы он чего-то делал и чего-то не делал, действительно не лучшая идея. Ну, потому что он в этом смысле на самом деле вправе делать то, что он делает, он вправе в этом смысле поступать так, как он хочет поступать. это правда, это действительно верно. Но, но реакция ваша также имеет место быть. Реагировать на это вы можете так, как вам хочется. так, как вы реагируете. Вы, условно говоря, ну, по-другому реагировать не не можете вы по-другому реагировать. Но вы не знаете, чего вы хотите. Здесь. и вот это вот такой на самом деле вот ключевой момент данной, ну, ключевой момент данной ситуации. ключевой, потому что ваши действия и ваши действия и ваши чувства не одно и то же. Но пока что для вас это одно и то же. Для вас это одно и то же. иными словами. Иными словами. До тех пор, пока вы сейчас будет такая вот небольшая тавтология. До тех пор, пока вы реагируете реакцией на то, что делает муж, будут проблемы. потому что это не совсем не совсем то, скажем так. Это вот не совсем то, что способно как-то вот вашего, ну, вашего мужа, да, направить. к сожалению. К сожалению. Хорошая новость, на мой взгляд, заключается в том, что вы можете с помощью например, психолога заметить свои чувства. с помощью психологов вы можете научиться их выражать. корректно, да, через, вот, через я сообщение, да, и так далее. И вот уже это можно будет вполне себе использовать для настройки коммуникаций. сейчас сейчас это выглядит просто как то, что вы посягаете на ну вот на жизнь вашего мыши. Сейчас это выглядит так. понимаешь, да? И естественно, ну как бы хорошего в этом ничего нет. Ни для вас, ни для ваших, ни для вашей коммуникации с ним ни для чего. Ни для чего. Абсолютно. Он же вас не слушает, правильно? Вот. Ну, ну, в общем и целом как бы это как бы это вот не звучало, да, но а зачем ну зачем ему вас слушать? Ну вот. Конечно, вам это не понравится. конечно. Вот то, что я говорю, да, вам ну вам не понравится это. Безусловно. Но зачем ему вас слушать? это вопрос второго 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 аспекта который заключается в мотивации. То есть, как бы что условно говоря получит ваш муж, да, если вас вас послушает. ну нужно человека как-то замотивировать. Вот. В этом смысле. вы его к сожалению замотивировать ну не можете. и дело здесь заключается именно 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 как мне кажется в это вы собственно и о своих о своих реакциях ничего не говорить. То есть, вы не говорите о том окей а что это значит для меня? Что это значит для меня? Что он делает? Он вроде бы на своем месте находится да, вроде он никому не мешает относительно человек реагирует как как меня это задевает в этом смысле понимаете да какая штука получилась не объясняйте вы это нам не понимаете сами не не доносит ему и так далее то есть нет оба предложенных вами варианта является некорректным некорректным почему да все просто потому что вы не можете не обращать внимание на это внимание ну вот просто не можете вы просто не можете на это не обращать внимания вы уже на это какое то внимание обращать вы уже на это как то реагировать понимаете да поэтому самое лучшее что вы можете сделать это признать признать что ну какая то реакция у вас уже есть и просто позволить этой реакции что называется быть раз она уже есть вот а дальше посмотреть к чему к чему это вас может привести куда вас это привести а вот такой ответ в идеале конечно вот то что то что вот мой коллега кудрячев игорь леонидович сказал в идеале нужно ну ну в таком ключе двигатель то есть скорее всего здесь есть ваша проблема какая то и проблема вашего мужа конечно же конечно же так же присутствует вот это нужно учитывать и отделить естественно одно от другого то есть отделить где где я и где моя а где моя проблема от него и его проблема это это самый лучший способ данную ситуацию решить если вы конечно хотите эту ситуацию решить то на этом все я надеюсь что мой ответ был вам интересен и полезен я желаю вам всего самого доброго удачи обращайтесь обращайтесь за помощью вам она помощь смыслом пригодится желаю вам всего самого доброго и удачи буду благодарен за обратную связь по моему ответу это позволит вам начать работу над собой напомнить т.е. преимен